Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коррока Агланов. Жители новостроек 117 микрорайона в Тимиртау утопают в воде. Сегодня в Караганде простились с известным скульптором Анатолием Белыком. Грандиозное сооружение в виде юрты высотой в 4 этажа станет достопримечательностью Карагандинской области. Новостроек 117 микрорайона в Тимиртау утопают в воде. Огромная лужа на проезжей части улицы образовалась еще месяц назад. Правда, откуда она появилась, выяснить коммунальщикам пока не удается. Именно потому местные власти устранять проблему не спешат. По этой дороге жильцы новых многоэтажек ходят каждый день. С недавних пор часть их пути пролегает через огромную лужу. Вода, которая появилась месяц назад, заблокировала единственный проход. Теперь, чтобы пройти через него, людям приходится обходить весь двор. А с такими расстояниями народ просто не справляется. Мы все жильцы нашего комплекса молодого, который вот только что начал существование свое, обращаемся к властям нашего города и всем службам, которые компетентны в этом случае, чтобы помогли решить эту проблему. Понимая, что своими силами ситуацию не решить, Тимиртаусы обратились в Акима от города. Однако все напрасно. На просьбу не откликнулся даже председатель КСК. Возмущаются жильцы. И начали многие жильцы жаловаться на то, что невозможно уже подъехать. То есть, да, проблема не решается. Коммунальщики обещают устранить лужу только после того, как выяснят, кому она принадлежит. Для этого специалистам предстоит проверить территорию. Однако говорить об этом на камеру они отказались. Между тем, жильцы опасаются, что вода может дойти до подвала. Мирамгуль Салкимбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Сегодня в Свято-Виденском соборе Караганды простились с известным скульптором Анатолием Белыком. Автор памятника «Шахтерская слава» умер на 86-м году жизни. Свои соболезнования семье художника прислали из администрации президента, Министерства культуры и творческих союзов. В православном Свято-Виденском соборе сегодня многолюдно сюда пришли проститься с известным карагандинским скульптором Анатолием Белыком. О нём все друзья и коллеги говорят с добротой. Анатолия Петровича даже дозывают эпохой Караганды. Ведь за свою жизнь он создал более 30 памятников и портретов. Как сотрудник, как специалист, как скульптор полностью он болел за Караганду. Сколько памятников и заказывали другие области. Он человек, он скульптор республиканского значения. Понимаете, не только областью Караганда гордиться может, вся республика может гордиться и весь бывший Советский Союз. Анатолий Белык родился в украинском селе Крамарков. В 13 лет он попал в штаб 195-й новомосковской стрелковой дивизии. Там он пробыл всего 4 месяца. Потом юного Анатолия отправили домой. Он был слишком мал для фронта. Потом была общеобразовательная школа, а затем учёба в Днепропетровском художественном училище. В 1949 году Анатолий Белык получил диплом, женился и у него родился сын. Переехать в Караганду художника уговорил земляк Владимир Савенков. Он сказал, что много работы. Анатолий Петрович согласился и в 1957 году вместе с семьёй решил приехать в Караганду. В последние годы Анатолий Петрович больше времени находился в мастерской. Он работал над новой скульптурой, посвящённой женщинам-шахтёрам. Проводить последний путь Анатолия Белыка пришли не только друзья, родственники и коллеги, но и руководство города. Свои речи Нурлан Аубакиров назвал известного скульптора «человеком-легендой», который олицетворял собой целую эпоху в архитектуре города. Его творения являются символами шахтёрской столицы. Ни для кого не секрет, это памятник Нуркену Абдирову, герою Советского Союза. Это символ Караганды, наш шахтёрский памятник, шахтёрская слава. Александр Петрович прожил большую, яркую жизнь. Он был заслуженным архитектором Казахской ССР. Самое важное, он остался и навсегда будет у нас в памяти и будет почётным гражданином нашего города. Многие карагандинцы уже задумались о том, чтобы увековечить одну из улиц шахтёрской столицы именем Анатолия Белыка. Руководство города пообещало рассмотреть этот вопрос. Анатолий Петрович похоронен на новом кладбище за Майкудуком. Николай Кровец, Эден Жакан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. После гражданской панихиды Аким города Нурлана Убакиров зачитал соболезнования семье Анатолия Белыка в присланной в телеграмме от президента страны Нурсултана Назарбаева, администрации президента и Министерства культуры. СПОНСОР ПОКАЗА Сегодня только за 30 минут сотрудники Дорожной полиции Караганды сразу выявили 4 нарушения. В основном они связаны с нарушением правил использования ремней безопасности. Только с начала 2015 года на дорогах шахтёрской столицы погибли 62 человека, а 422 карагандинца получили различные травмы. Николай Кровец расскажет более подробно. Сотрудники Дорожной полиции снова вышли в рейд. Место выбрали самая оживлённая – дорога на проспекте Бухаржирау. В работе сража порядка помогают камеры уличного видеонаблюдения, которые фиксируют все нарушения автомобилистов. Не успел патруль поставить свой служебный автомобиль, как в Центр оперативного управления поступило сообщение о том, что один водитель направляется в сторону Дворца культуры Горняков, не пристёгнувшись ремнём безопасности. И таких водителей, которые игнорируют правила безопасности за рулём, целое множество. Только за 30 минут рейда сотрудники Дорожной полиции остановили 4 нарушителя. Среди них не только мужчины, но и женщины. Конечно, на всех был составлен административный протокол. За повторное нарушение предусматривается штраф. Штраф влечёт собой в размере 5-месячных расчётных показателей, согласно данной статьи, части 1. Но также он входит в разряд сокращенного дела производства. То есть 50% штрафа в течение первых 7 дней, если водитель оплачивает, он имеет право из 5 МРП оплатить 2,5 МРП. То есть 4 955 тенге по квитанции. За повторное нарушение правил дорожного движения, возможно, изъятие автомобиля штраф будет более суровым, чем прежде. Он достигнет величины 7 МРП. К тому же водителя отправят на повторные курсы обучения. Такие меры позволяют снизить количество ДТП на дорогах и уменьшить число правонарушителей, говорят дорожные полицейские. В день Астаны более 50 осуждённых смогли встретиться со своими семьями. День открытых дверей для них организовала администрация учреждения АК-159-1 Комитета уголовно-исправительной системы. Для заключённых встреча с родными не просто праздник. Это возможность забыть обиды, посмотреть в глаза детям, увидеть, как они выросли. Непритязательный быт опирается на дисциплину. Правда, с момента гуманизации содержания в исправительной системе подобные встречи довольно часты, и они дают результаты. На путь исправления встают всё больше осуждённых. С ними работают психологи, воспитатели с ними работают. Проводим ежедневно, буквально проводим культурно-массовые спортивные мероприятия. Сегодня заключённые могут работать и отсылать деньги семьям. Подобные встречи дают возможность родным принимать участие в воспитательном процессе, а отбывающие наказания проходят своеобразную адаптацию к жизни на свободе. Концертное объединение имени Кали Байжанова организовало выездной концерт. Наверное, до взятия под стражу эти люди с семьёй нечасто посещали подобные мероприятия. Каждый, кто находится здесь, ждёт окончания срока и верит, что дома его ждут, что он не один на земле. Оступившись раз, надо пробовать этого не повторять никогда. И семья может в этом помочь. А ещё, возможно, условно-досрочное освобождение. Но его надо добиваться. От себя лично хотел бы ещё раз поздравить всех моих и близких, чтобы вы видели вместе себя, не беспокоились, всё нормально, всё содержали, всё хорошо. День открытых дверей – это шаг к освобождению и начало новой жизни. Сергей Высокозов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Грандиозное сооружение в виде юрты высотой в четыре этажа станет достопримечательностью Карагандинской области. Автор этой идеи – Бердыхан Кенай. Он уверен, что туристы проявят интерес к проекту. В его планах построить большой гостиничный комплекс на природе. В Каркаралинском районе в степи скоро появится новое место отдыха не только для казахстанцев, но и для туристов. Уже сейчас от желающих провести уикенд той и просто окунуться в историю Казахстана нет отбоя. Похожее необычное сооружение автор впервые увидел в Китае и решил создать прототип у себя на родине. Через пару недель юрта примет первых гостей. Наша цель – развивать казахстанский туризм, показывать все красоты родной земли. Хотим показать обычаи и традиции казахского народа. Кто, если не мы, будет демонстрировать миру все богатство казахской культуры? Сооружение высотой с четырехэтажный дом изготовили на одном из заводов Китая. С получением кредита автору помогла государственная поддержка КАЗ Агрофинанс. Из чего сделана юрта, нам рассказал автор проекта. Кириге, Уык и Шанырак изготовлены из металла и легко собираются в цельную конструкцию. Юрта покрыта трехслойным натуральным войлоком. С одной стороны он спрятан под полиэтиленом, а с другой мы его покрыли непромокаемой тканью. Предприниматель заказал из Китая еще восемь юрт. Правда, уже стандартного размера. Две из них предназначены для проведения традиционных свадебных торжеств, а шесть юрт для туристов, в том числе и иностранных. Лариса Хусейнова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Недавно свое 30-летие отметил угольный разрез Шубар-Коль-Кумыр. Последние 15 лет предприятие стабильно работает в составе Евразийской группы. С этим радостным событием коллектив приехали поздравить руководство области. За два десятилетия разрезом Шубар-Коль-Кумыр пройден славный путь, добыто более 127 миллионов тонн угля. В том числе и в 2014 году около 10 миллионов тонн, что является рекордным показателем за время существования предприятия. Последние 15 лет предприятие стабильно функционирует в составе Евразийской группы. Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков выразил благодарность акционерам за развитие Шубар-Кольского угольного месторождения и социальную ответственность компании. Успехи вашего предприятия обусловлены прежде всего поддержкой главы государства, и об этом сегодня уже говорилось, которая уделяет большое внимание развитию в целом угольной отрасли. Напомню также, что Нурсултан Абечович Назарбаев, будучи секретарем Каргандинского полу партии, а позже секретарем ЦК по промышленности, способствовал остановлению и развитию Шубар-Кулина. Со словами поздравления к собравшимся обратились в президент компании Шубар-Коль-Комир, Толеуген Акбаев и ветеран угольной промышленности Николай Дришт. Отличившиеся работники угольного разреза Шубар-Коль были награждены почётными грамотами профсоюза работников угольной промышленности. А в завершение председатель совета директоров ЭРГ Александр Машкевич вручил нескольким работникам угольного разреза ключи от автомашин «Ниссан Альмера». Николай Кровец, Ажаз Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. И снова карагандинские туристы не могли вылететь из Турции. Из-за задержки чартерного рейса примерно 230 карагандинским туристам, вылетающим в Турцию, пришлось ждать в аэропорту. О том, что отпуск откладывается, людям сообщили только в 4 часа утра. Самолёт не приземлился в запланированное время в Караганде. В аэропорту пояснили, что чартерный рейс осуществляется на «Боинге-757», который летает 4 раза в неделю. Однако представители авиакомпании «СКАД» проблемы уже устранили. Говорят, задержка рейса произошла из-за ожидания резервного судна. Кроме того, «Боинг» с карагандинскими пассажирами на борту вылетел из Анталии около 10 часов утра, а вылет из Караганды перенесли на 6 часов вечера. Продолжаем выпуск. 105 бывших жителей комплекса «Бесаба» получили квартиры в новом жилом комплексе «Шапагат». Об этом сообщил заместитель Акима Караганды Тайхан Калмаханов. Напомним, в октябре 2014 года Акима области Нурмухаммед Абдибейков сказал, что жители рухнувшего жилого комплекса «Бесаба» переедут в новые квартиры до конца первого полугодия 2015 года. Напомним, ЧП в жилом комплексе «Бесаба» произошло весной 2012 года из-за смещения основных конструкций здание начало трескаться, а позже обрушилось. Сейчас городские власти заявляют, что вопрос о переселении оставшихся 133 человек решается. В настоящее время в блок-секциях жилищного комплекса «Шапагат» получили ключи от квартир 105 горожан. Оставшиеся 133 человека будут заселены после завершения строительства остальных блок-секций. В 2013 году объект финансировался за счет резерва правительства страны в размере более 1 миллиарда тенге. Всего в блок-секциях 300 квартир, из них 238 отведены для жителей бывшего жилищного комплекса «Бесаба». В завершении выпуска еще об одном. Ведущий кабельный оператор Казахстана Алма-Ти-Ви сегодня провел приуроченный ко дню столицы розыгрыш ценных призов для своих абонентов. Более 2000 казахстанцев стали обладателями ценных подарков от компании Алма-Ти-Ви. В конкурсе участвовали абоненты, проживающие в 19 городах Казахстана. Но это только начало розыгрыша. В декабре две квартиры в Алма-Ти и Астане достанутся добросовестным абонентам Алма-Ти-Ви. Смотри и выигрывай. Таков принцип этого розыгрыша. Сегодня состоялось торжественное вручение призов. Веселая музыка, воздушные шары и улыбчивые сотрудники встречали радостных победителей. Первый приз вручили первому пользователю Алма-Ти-Ви по Караганде. Виктор Кулагин 23 августа 1998 года подключился к Алма-Ти-Ви. Кабельное телевидение Виктор смотрит до сих пор. Так случилось, что именно пришли ко мне. Я посчитал, что на тот момент это было очень важно. Почему я до сих пор являюсь клиентом этой компании? Ну, во-первых, я всегда люблю стабильность, что как раз и отличает компанию Алма-Ти-Ви. Разнородность программ. У Виктора Кулагина нет любимой программы или любимого канала. То, что он смотрит, зависит от настроения. Компания Алма-Ти-Ви транслирует каналы на любой вкус. Все самое интересное в лучшем качестве. Только в этом году компания добавила в пакеты цифрового телевидения 11 новых каналов. Те абоненты, которые сегодня стали обладателями ценных призов, я думаю, они не разочаровались в нашей компании. И я думаю, они дальше будут нас смотреть. И, соответственно, мы их будем стараться радовать все новыми, новыми интересными вещами, которые будут происходить в мире. И вся сборка наполняемости пакетов, она практически удовлетворяет потребности всех наших жителей. Сотрудники компании Алма-Ти-Ви могут найти подход каждому пользователю. Есть специальные пакеты для любителей спорта, природы, культуры, а также пакеты цифрового телевидения для детей. До конца года у нас будет розыгрыш двух квартир по Казахстану. Промстойка, которая находится у нас в ЦУМе, она показывает планировку и схему квартиры. Это реальные квартиры, которые действительно находятся сейчас в Алма-Ате и в Астане. И они будут разыгрываться в конце этого года. Призы были разные. Бесплатный просмотр на месяц цифровых пакетов, смартфоны, телевизоры. А жители городов Шимкент и Алматы стали обладателями автомобилей. Условия конкурса были довольно просты. Необходимо пользоваться услугами компании Алма-Ти-Ви и оплачивать за них вовремя. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Арман Артаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Манса Уголмстер. Редактор субтитров А.Семкин